Всем привет, друзья! На связи Филитек, как никогда в нашем новом сервисе. И в этот раз у нас довольно интересная и трепещущая тема, которая связана с дизельными автомобилями. Как вы знаете, на дизельных автомобилях возможно сделать выхлоп двумя путями. Первый путь. Им пользуются, но он работает далеко не на всех автомобилях. Это полное отключение экологии, новая трасса, прямоточная. Автомобиль при этом может звучать, но будет вонять и даже, возможно, коптить. Второй вариант, который использует тоже большинство, никак не связан с вторжением в выхлопную систему. И называется он активный выхлоп. Что такое активный выхлоп? Это колонки, это процессор, это подключение через ханшинную, и на педаль газа все это дело реагирует. И из динамиков этой активной выхлопной системы выдается звук. Есть разные активные выхлопные системы, есть системы, где вообще хреновенько, есть D-OCK, ездит чуть лучше, и они вот так вот между друг другом колеблются. Мы ставили очень много всяких таких выхлопных систем. Звучат они необычно, нестандартно, но большинство это устраивало. Но к нам привезли, я бы, наверное, сказал даже какую-то новую эру. Она меня очень удивила. Наверное, всех она удивила. Короче, у нас там в офисе демонстрационный вариант. Сейчас пойдем, покажу, расскажу. И вот это все видео будет посвящено вот этой активной выхлопной системе. Приятного просмотра! С вами Филитек. Погнали! Мы находимся сейчас у нас в офисе, и чем очень круто то, что вот лежит сзади меня на столе, это демонстрационная версия. И в любой момент любой человек, который хочет себе поставить такую систему, может приехать и, буквально говоря, понажимать на педаль газа. Ощущения от этого очень крутые. Такое чувство, как будто действительно настоящий работающий автомобиль стоит где-то тут рядом. 63-й гелик урчит на разных режимах. Тут три режима. Первый это... Четыре, если быть точнее. Первый это без звука. Второй это тихое звучание. Третий это чуть-чуть погромче. Ну и четвертый это самый разрывной, самый громкий. Сейчас вам продемонстрирую. Ясное дело, что даже в наушниках, даже на суперколонках никак не передастся этот звук. Но, если у вас есть возможность все-таки воткнуть наушники, или включить это в автомобиль, или, я не знаю, на концерте группы Rammstein, включайте обязательно, чтобы чуть-чуть приблизиться к натуральному звучанию. Пойдем. У нас пока это все в таком демо-режиме. Конечно, хотелось бы все это красиво убрать, красиво поставить, чтобы был классный демонстрационный режим. Это система для дизельного гелика. И тут, соответственно, выхлоп от 63-го гелика. То есть мы сейчас все это дело включим и послушаем, как это работает. Кстати, стоит сказать, что каждая система, которая производится этой компанией, она производится под конкретный автомобиль. Ну что же, попробуем запустить и послушать, как это звучит. Расскажу пока на столе, потом приступим к установке. Нажимаем включение всей этой системы. Это блок. Это все останавливается под нищие автомобили. Все эти динамики. Тут, кстати, в этом блоке два динамика, в этом блоке один. Тут, соответственно, один, и тут тоже два. Три плюс три равно шесть. Все это подключается по коншине. Тут стоит процессор. Короче, к технической части мы перейдем попозже. Давайте послушаем, как это звучит. Отойди, наверное, подальше. Потому что громко достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По качеству звучания эта штука звучит реально очень круто. Я не знаю, как там сейчас вы это слышите вживую, но всякие бершпехеры, всякие, ну, другие активные выхлопные системы, как бы это ни звучало. Ну, честно, звучат в разы, даже не то, что качество звука, они звучат по-другому. Тут живая запись. Я не знаю, как ребята из Питера все это дело интегрировали, как все это они записывали, но результат, то, что сделали наши отечественные разработчики, а вся эта штука производится в России, в Питере, ну, действительно достойно. Так, лайк. Вот, позабайтил на лайки. Ну, что, начинаем устанавливать все это дело вместе с вами. Потому что мы сейчас тоже впервые все это будем устанавливать. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас идет ознакомление с этой системой, как, что, куда подсоединяется. Потому что, представляем, впервые находим все нужные провода, сейчас собирается конструкция из динамиков, куда это как и в каком виде будет устанавливаться. Алексей как раз занимается всей проводной частью, питанием, как это подключить к коршине, короче, и так далее. Инструкция, ребят, не совсем детальная. И приходится разбираться вот с такими вещами, то есть конкретно подключать каждый провод к своей клемме. То есть нету общей фишки, да, это делается для того, чтобы длина проводов была. Эти ваги использовались только для демо-версии. Есть такие специальные клеммники. Приходится с этим всем сейчас разобраться, как это в первый раз. Опять мне достается все эти новшества. Я думаю, все это сделаем. Объясни, что это вообще сейчас в тебя на столе лежит или ничего? Это мозги непосредственно, которые выдают звук. Как это? Генерируют. К нему идет все подключение. То есть ребята сейчас собирают колонки, они их установят. Это не проблема. Прокинуть провода, завести, это все не проблема. Проблема именно заключается в правильном подключении, чтобы это было первое. Самое важное, безопасно и качественно подключено. Что-то я не понимаю. Ну вот смотри. По инструкции указано, что встроенный предохранитель, все дела, там не более 3 ампер. Все. Ну а зачем второе гнездо? Ну зачем, вот для еще одного этого основания, для чего второе гнездо, я пока не понимаю. Просто как запасное или что, вообще что-то для меня нету не указано. Вот, знаешь, как получается, то есть ты его вставляешь, вот. То есть его, конечно, увеличить было бы неплохо, но вот он это вставляется и отводится сам провод. И этот провод подключается, а вот сюда вот. Смотрю. Пятая, пятая клемма. А этого не указано, что именно в пятой клемме должен... Он указан как провод REM. Вот. Но куда он подключается непосредственно в блоке, тоже указано. Но то, что он идет отдельным сегментом, а не в общем, а не в общей косе. Это уже приходится догадываться. Пока ребята разбираются с акустической всей этой системой, в принципе, расскажу, что это приехало к нам за автомобиль. Это гелик в новом кузове. Дизельный гелик. У дизельного гелика есть определенное количество проблем и незадач. Точнее, задач уже. Проблем, из которых следуют задачи, которые мы будем решать. Первое. Всех дизельных геликах. На одну сторону труба, которая дует вниз. Конечно же, это не круто. Конечно же, это никому не нравится. Поэтому мы это дело раздваиваем и устанавливаем с каждой стороны по две насадки АМГ. АМГ. Ну и также раньше, помимо вот визуальной части, с геликами ты ничего больше не сделаешь. Ну, чипануть его, наверное, не можешь. Ну, а вот как сделать, чтобы звучал он классно? Да, можно было поставить там другие активные платные системы. Но они, я уже сказал вам об этом, не дают, но настоящего звучания. Эти динамики и эта система, ну, как минимум, в офисе показывали очень крутой результат, который у меня просто... Ну, вообще, если он с ума сходил. Этот дизельный гелик превратили в 63-й. Так что в этом ролике вы будете параллельно наблюдать, как делают разводку с насадками. И как ребята подключают активную выхлопную систему. Энджиния. Энджия. Энджиния. Энджи. Энджин. Энджин. Вокс. А вот. В общем, первое самое, да, мы достали систему из коробки. Выложили комплектующие. И сначала собрали на полу, чтобы более-менее понятно было по картинке. А потом уже примеряли на машину. Была, в общем, определенная головоломка со сборкой. Пару раз еще взглянули на инструкции и все сошлось. Когда систему уже установили, теперь надо прокладывать проводку, подключать ее и так далее. Это все делается в задней части автомобиля, подключается, где запас помогает. Все проходит по штатным местам. В багажник проникают провода через штатные резинки. Даже к коншине подключение не требует прямой записки. А в салоне подключается непосредственно провод рама, о котором я уже говорил. По этому проводу приходит сигнал о том, что вся система в машине запущена. И она начинает потреблять питание от аккумулятора. По времени долговато вышло. Суммарно вышло 5 часов на все подключение. В принципе, я все 5 часов и занимался тем, что разобраться, как подключается. И все это аккуратно проложить и установить в машине. Все подключено, все проверено. И мы сейчас будем слушать, как это звучит уже непосредственно на машине. Потому что звучит в офисе, звучало идеально. Вот, вот же он, вот. А как он переключился? Ну, до этого ты же начал не переключался. Смотри, у тебя идет загрузка. Вот, смотри, мы переключаем. Сейчас слышу, что разница хорошая. Прикольно. Прикольно. Охуенно, что можно переключать эти режимы не через там телефоны и блютусы и так далее. Что у тебя есть? Комфорт, который комфорт. Спорт, который спорт. Интересно, как это с динамики слушается. Интересно, почему там у нас была отсечка. Помнишь? Тут нет отсечки. Интересно, почему это и как. Может быть, это тоже там другие какие-то настройки могут быть. Мы, конечно, сейчас еще будем продолжать работу. И в конце ролика вы услышите в разных условиях, как звучит эта система. Как она звучит в боксе. Как она звучит на улице. Как она звучит в дороге, в машине. Стараемся все это для вас снять. А, и не забывайте то, что тут еще разводка и насадки делаются. Совсем забыли про это. После того, как мы установили активный выхлоп, наша команда начала заниматься установкой разводки. Систему мы делали на 57-м диаметре. Нержавеющей стали. Насадки также из нержавейки. Варили все аргондуговой сваркой. Дизельные Геленвагены приезжают к нам достаточно часто. И это одна из самых популярных работ на этих машинах. Мы выполняем ее по шаблону. Делаем очень быстро. И для нас не составляет никакого труда. В принципе, и сейчас это было не исключение. Работа выполнена за 4 плюс-минус часа. Выполнена отлично. Результат вы можете приехать посмотреть. На своем Геленвагене мы его сделаем за бабки. Ну что, друзья, все. Mercedes хотел сказать G63, но нет. Пока еще, ну не пока еще. Пока мотор не будет меняться. Это все-таки дизельный гелик. Готов. Там уже сделана разводка выхлопной системы. Установлены 4 насадки AMG. И также добавлена активная выхлопная система. Мы запишем это дело в боксе. Мы запишем это дело на улице. Запишем это дело на прямой. Сейчас тачку везем на мойку. Ее там споласкивают, моют. Подснимем, как все это выглядит. И обязательно запишем звук. Так что уже готовьте свои наушники. Ну а пока смотрим на тачку. Короче, друзья, сейчас мы в условиях нашего бокса с этими стенами, с этими автомобилями, в условиях такой реверберации запишем вам, как звучит эта система. Мы пишем все это дело на стереомикрофон, поэтому надевайте наушники для понимания звучания. Ну, в принципе, все, о чем я говорил в начале ролика, сейчас вам как раз пригодится. Сейчас расскажу немножко о проблеме, с которой мы и столкнулись. У нас в какой-то момент просто перестала работать вся система. Мы думали, что может где-то плюс отошел, хотя вроде все проверили. И это все дело разбирать было бы тяжело. Но только русские люди читают инструкцию после того, как столкнулись с какой-то бедой. Короче говоря, тут прям черным, белым по-черному сказано. Полное отключение, включение системы осуществляется при заведенном двигателе последовательным переключением режима в движение. Комфорт, эко-комфорт. Вот и, видимо, когда я щелкал, короче, переключал всякие режимы, я случайно эту комбинацию нажал, и у меня оно отключилось. Короче говоря, запускаем и слушаем, как все дело работает. Начнем, пожалуй, с режима эко. Эко-режим значит, что здесь у нас ничего абсолютно нет. Вы слышите, как это работает. Сейчас будет режим спорт. Спорт-режим означает, что это, грубо говоря, штатный выхлоп 63-го. Комфорт звучит вот так. Следующий режим будет называться спорт. В этом режиме, это как на настоящем велике, там есть режим спорт, где вот выхлоп, как в комфорте здесь. И спорт плюс, где добавляются хлопки и прострелы такие интересные, более звучание становится. Давайте послушаем. И также здесь есть третий, самый отважный режим, который звучит с отсечкой, который просто бешеный. Он громче, чем сейчас есть громкий режим. Короче, тоже зацените чума. Его надо включить спорт-комфорт-спорт. Так, переключаюсь на комфорт. Спорт-комфорт-спорт. Вот он. Сразу меняется тональность. Короче, в боксе это вот так ощущается. Сейчас поедем записывать все это дело на улицу. На улице, конечно, это будет все звучать по-другому. Здесь определенные шумы есть, поэтому погнали на улицу. Ну, звук, друзья, живой. Ну, это... Блин, ну, это реально круто. Ставьте лайки, если вам нравится. Потому что мне очень нравится. Что, погнали туда? За территорию. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Короче, друзья, только что вы слышали, как звучит эта активная выхлопная система. В наших условиях мы постарались сделать все возможное. Сейчас мы едем уже на базу отдавать тачку клиенту. В целом, мне понравился выхлоп. Это очень классная альтернатива. Пишите, как вам звук. Я не знаю, как он там сейчас в микрофон передался. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. С вами был... Есть и будет... Фили-Тек.